Как вы думаете, чем тут занят Виктор Николаевич? Кто это у тебя тут? Креветки. Это не креветки! Все видят, что это не креветки! Две большие креветки. В общем, что это? Хвосты лобстера? Что ты купил-то? Ну да, хвосты лобстера. Хвосты лобстера, ребята. Ужин у человека или обед, не знаю. Вот он тащится у нас по морепродуктовым. Мы как-то спокойно с Максом вообще. Вот еще, ребята, он сегодня тоже себе вкупил. Правда, в первый раз. Я не знаю, что это. Это раки. Это раки. Вот, такая пачка довольно-таки большая. Сколько в пачке? Сейчас мы посмотрим, что в пачке. Не вижу, сколько оно здесь в пачке. Ну, два лб-точного, если с ним больше. А, вот три. Три лб. Прикольные, наверное, будут раки. Мы еще не пробовали, взяли в первый раз. Такие три лб стоят 7 долларов. Когда он будет употреблять, я вам покажу, что там внутри. Вот. У нас Витя просто очень любит морепродукты. Мы как-то очень спокойно с Максом. А Витя вот у нас страдает по-тому поводу. Это, ребята, сейчас будет. Ну, что, ребят, смотрим с вами последний раз в этом году на нашу красоту. Потому что вот я приготовила ящички. Я сейчас буду снимать игрушечки. Не знаю, может, завтра там Витя соберет елку или когда. Потому что уже вот эти вот архаровцы спят с нами в комнате. Мы их закрываем. И мы как-то подустали от них. Ну, в смысле, что вот они просятся сюда выйти. У Федя уже в 9 утра ломки, потому что он хочет есть. Он начинает всех будить и лазить по тебе. В общем, пора с красоткой прощаться. Все. Кстати, ребята, хотела бы отметить вот этот коврик. Для всех кошатников. Вот и собачников. Почему? Потому что он с таким бортиком невысоким. И это мне удобно. Раньше у нас скоро можно было найти даже у нас спальню. Вот. Как-то так получалось, что эти два товарища едят неаккуратно. Все у них со рта выпадает. Это вот не голодный. Там типа показывают, что он не голодный. Но потом зашкребает. Вот. Сейчас это вот случайно купил этот коврик в зоомагазине. Скорее всего, вы уже давно таким пользуетесь. Это мытый мучий лес. Вот. Но если кто-то не пользуется, купите. Он не ездит. Миски по нему не ездят. Сам коврик не ездит по плитке. И вот он с таким бортиком приподнятым. Что получается, что корм здесь остается внутри. Мега удобно. Вот. Раньше это беда была. Его... С него все высыпал. Водой промыл. Салфеткой вытер. Вообще, это чистота и благодать. В общем, как-то так. Ну что, вот он этих врачков своих достал. Но они не такие же маленькие. Я думала, будет меньше что-то. Но они уже вареные. Не знаю, зачем. Он сейчас закипятит. Я прокипячу и не кучу. Ну да. Это правильно. И это правильно, ребята. Ну-ка дай мне на ладошку один. По крупному. Конечно, самого жирного выбирать. Стандарт. Вот, чтобы вам было понятно, какой он размер. Чуть-чуть. Чуть больше, чем креветка. Он хорошо больше, чем креветка. Там у меня есть такие креветки. Ну, в общем, он сейчас будет все раковы варить. Вот. У него тут варива, варится. Варива, варива, варива. Будет вкусно. В общем, ребятки, я наделала блинчиком. И сейчас буду это все употреблять с этой варенькой. Ох же ж, как мне будет вкусно. Вредно, но так вкусно. Что там вредно? Что там вредно? Ну, знаешь, сколько в этом блинчике калорий. Ты себе представляешь, мужчина? Да. А у Максима там сеанс с другом. Сейчас же даже друзья онлайн. Все, сварил он своих рачков. Довольный. Ну, рачки как рачки, ребята. Ну, я до этого то ли не обращала на внимание. Но, в общем, мы не видели, да, этого. Мы бы, наверное, давно уже попробовали. Тем более, что это недорого. А за 3 ЛБ, грубо говоря, очень недорого. Плюшевый везде при мостится возле меня спать. Это Максим Букина с Жанкой. Он не играет в игры. Вот он ее возле моего стола вчера сидел. Тут что-то там делал. Со мной разговаривал. Оставил и все. Позатем уже на ней лежит. Да, Толстюка? Кто же толстый пус? Кто толстый пус? Досик. Тосик толстая рожица. Досеньку. Не, вообще, сонное царство конкретное. Вообще конкретное, да? А даже так. Ты мой маленький, тепло тебе, да? Вот еще хотела вам показать, что у нас наконец-то дерево, которое нам осень создавало. Я его люблю. Витька не любит, а я люблю его. Оно лопало все. Нет листочков. Будем теперь ждать весны. И новых листочков на этом дереве. Вот, а украшения вот все соседи уже сняли. Мы, кстати, тоже елку убрали. Так что Новый год, так сказать, закончился. Видите, как у нас выглядит зима. Зима на улице, ребята. Смотрите, провожал, как картоновая пришла. Вообще, что-то мне вчера давало, не нравились. Желтые? Да. Хорошо. А деньги держатся хорошо. Если слишком туго, то я просто эту штуку снять. Все. Ну что, хорошего дня вам? Я тоже сейчас на работу пойду. Да, вот это вот. Ну что, ты, провожалка, но не ушли? Донь. Доня, кисечка моя. Всегда встречает, всегда провожает. Как собачка. Как собачка наша собачка. Трудовые будни, я сижу, работаю. Вот, ну, траксабелити матрик сделаю. А вот некоторые там дрыхнут. Хей, дружи, ББР. Мойся. Нет реакции животного. Вот как-то так. Ребят, всем привет. Я за мной не снимала себя. Мы болели, и было очень много работы. Потому что я работала одна, моей напарницей не было Насте. Вот, сейчас она вернулась. Мне стало гораздо легче. Вот, всем, кто за меня переживал, большое спасибо за это. Вот. Что сказать еще? На работе все хорошо. Очень много работы. Я очень сильно загружена. И не совсем нормированный рабочий день. Вот, это вы столкнетесь с этим в Америке, когда начнете работать. Мне все нравится. Все получается. Очень интересные ситуации. И, в общем, есть ситуации, которые мы учили. И они сейчас случаются у меня на работе. Вот, поэтому мне интересно. Сейчас кое-что еще у нас происходит. Есть кое-какие планы. Мы их осуществляем. Надеюсь, они получатся. И скоро мы вам расскажем, как это сделать. Вот. У нас начинается колледж с понедельника. И будет еще и колледж к работе. Это будет что-то новое. Вот. Есть вопрос про собеседование. Вот. Задают, как... Хожу ли я сейчас на собеседование, когда нашла работу. Зачем я делаю? Я же с работы. Нет, не хожу. Все уже нашла. Наработаю. На работе есть дни, когда очень много совещаний. Простите, включился болеватель. Вот. Поэтому я трачу очень много времени. Например, на пятницу у нас шесть три совещания целых. Поэтому ходим на совещания. Вот сегодня пятница. Сегодня было много совещаний. Были очень интересные ситуации. Вот, например, с тем, что нашли краш в Apple. В АП. И, в общем-то, три дня не могли найти, что вы это сейчас нашли. Так что это реальность. Ребята, так интересно, когда я нашла этот краш. Вот. Что еще вам рассказать? У нас давно, как говорится, не было. Максимка ходит в школу. Школы пока открыты. Ситуация с коронавирусом нехорошая у нас в штате и в целом стране. Очень много людей болеют. Нет тестов на коронавирус в доступе. И вот, как это раньше огласалось. Хотя в школе раздавали бесплатно детям тесты. Вот. Ну, купить, говорят, очень сложно. Я не знаю, сама не пыталась. На улице теплеет. А, про нашу собаку. Мы ждем собаку. Вот. Скоро это счастье с нами случится. В феврале выбираем ему имя. Ребята хотят бубликом назвать. Я хочу назвать Арчи. Вот. Это французский бульдог. Хозяйка нам сейчас присылает фото разные, видео, как он растет. И те, кто со мной на инстаграме, наверное, часто это видят. Потому что я туда выкладываю. Если вы еще не на инстаграме, то подписывайтесь. Потому что туда я чаще выкладываю видео, чем сюда. Вот. Сейчас нам уже гораздо лучше. И мы практически не болеем. Остались остаточные явления. Видите, уже с понедельника идет у нас на работу. Я все это время работала, потому что работаю из дома. Это большой плюс такой работы, как у меня. Вот. Сегодня, к сожалению, в пятницу вечера я буду работать. Потому что нас нашли наконец-то, что за ошибкой будет релиз. Есть планы на будущее. И о них вы будете смотреть и узнавать дальше. Ну, наверное, пока все. Если я еще что-нибудь вспомню, что хотела вам сказать, то обязательно отключусь опять. Да, вот еще, ребят, что я хотела сказать про то, как мы заболели. Мы заболели. У всех у нас подтвержденный коронавирус. Мы сдавали анализы. Вот. Тест. Почему-то, кстати, Максима у нас показал отрицательный. А у нас ведь и положительные тесты. Докторам не принимают. Если, ну, в стадии, в самый такой, в разгар болезни они не принимают. Когда мы уже получили тест, я, по-моему, неделя пришла, как Витя заболел. Доктор его принял. Выписал ему даже какие-то препараты там. В общем, в больницу именно в момент, когда ты заболел, можно попасть только либо в emergency, либо в джинкер. Вот. Так что, если вы в такой терминальной стадии, когда вы только заболели, то я вам советую обратиться в джинкер, который рядом с вами. И там вам быстро вас обследуют и выпишут препараты, если они будут вам необходимы. Вот. Так что не ждите приема у вашего физишн, вашего доктора, который вас ведет, вашу семью. Вот лучше всего в джинкер или на крайняк уже в emergency room. Вот. Мы перенесли все более-менее. Правда, долго болели. Я почти две недели. Витя тоже две недели. Максим чуть легче нас перенес. Вот. Желаю вам и вашим близким здоровья. Не болейте. Пусть у вас не будет никаких коронавирусов. Вот. Надеюсь, скоро эту заразу все победят. И она от нас отстанет. Но мы уже второй раз переболели. Первый раз был в декабре 2020 года. Как-то так. Друзья мои, всем самое доброе утро. Утро субботы. Мы идем немножко погулять в парк. Потом мы поедем за продуктишками. Ну и вас возьмем с собой. Может, что-нибудь расскажем или покажем в парке. Надеюсь, вы за. Погнали с нами. Ребятушки, мы приехали в Баннистер. Тут такой полный, как говорит Витя, загрузка. Куча машин. Все везде занято и забито. Вот. Мы две недели. Да, Витя? Две? Витя, скажи, что мы две недели. Вот он. На тебя говорят, что ты Бука. Бука ты. Он не Бука. Он просто такой всегда серьезный. Он очень добрый. Вот. Хотим немножко пройтись по нашему любимому Баннистеру. Тем более, это такая зеленая травичка уже вылезла. В общем, поднять себе настроение. И быть... Be happy. Вот и вас берем с собой. Может, что покажем или расскажем. Может и нет. Но гулять по такому парку одно удовольствие. У нас, кстати, скоро нам в феврале, да? 25-го где-то. Да. 25-го где-то февраля нам отдадут нашу собачку. Я не знаю. Голосуем за клички. Витя хочет Бублика. Максим хочет Купера. Я хочу Арчи. Вам кому что нравится? Ну-ка, пишем в комментариях. Как называем собаку? Чей больших будет голосов, так и назовем. Вот. Так мы все и решим. А то мы не можем разобраться сами. Смотрите. Ну да, но сейчас оно вообще на фоне солнышка так смотрится, да? Да, тут высыхает. Но поле поливает, мне кажется. Поле поливает, да? Поле поливает. И там моя любимая вот эта вот ложа... Пап, ты в какую-то в одну сторону. Там мою любимую лужайку. Такую сказочную полянку. Ее тоже поливают. Мы как-то вечером гуляли в 9, да? И мы слышали, как включили. И хотя на улице тепло, ветерок такой вполне прохладный, да. Вот. Но нам очень хочется погулять, потому что... Тут мы, наверное, с нашим Купером Арчи Бубликом будем гулять. Мы пока не решили, как назвать. Но вы там голосуйте. Так что вот такие вот дела. Людей много, кстати, гуляет на улице. Все гуляют. Вот это мы так и не знаем, что это за строение. Мы уже голосовали и за лагерь. Похоже на лагерь. Похоже на лагерь, да. Что это такое, не знаем. За карантин не работает. Может, и за карантин. А правда, Витя говорит, не работает. Да, кстати, сегодня читала новости, что увеличивается число заболевших по вот этому новому коронавирусу, которому мы переболели. Чем мы переболели там, Витя? Омикроном. Омикроном, вот. И, в общем, там чуть ли не миллион заболевших в сутки. И поэтому США тут опять решает, что нужно вводить финансовые поддержки и по безработице. И, возможно, будет опять локдаун. И, в общем, страховки будут продлевать для малоимущих. Ну, будем наблюдать за этой ситуацией. Посмотрим, что будет. Вот, я не думаю, что опять сделают какие-то выплаты, потому что это уже совсем, наверное, скоро добьет экономику, да? В общем, как-то так. Смотрите, какая идиллия. Что-то сидит и ест. Белка что-то сидит и ест с хвостом кверху. Оп, услышала нас. Ага. Ты красотка. Такая жирненькая. Серая, да? Да, серая. Да, у нас коричневенькие такие бегают под домом. Оп. А, там две даже было. А, да? Одна на втором двери была. Смотрите, какая красота и птички. Вон одна, а вон вторая сидит. Ну да, вот он хвост прям на этой. А вторая вон под пеньком сидит. Ага. Хвост такой торчит оттуда. Вот он. Ага. Только они блохастые, ребята. Все домашние животные, от них блох получают. Так, конечно, красивые. Мы сначала не могли понять, откуда у нас у котовы эти. Блохи появляются, да. А потом нам соседка подсказала, что это от белок. Вот так вот. Потому что, ну что там, дверь отгораживает от улицы, да, вот эта стеклянная. И они по балкону скачут, эти белки. Так что... Вот женщина с собачкой гуляет. Так что вот такие вот лабрадорчики, какой красивый. Хай. Так что этот самый. Белки-красотки, конечно, но блохастые. А вы знаете, средства от блока стоят дорого. Ой, тебе божьем. И кто-то там плачет. И собачка у нее, мама такая. И собачка, и с лялькой. Вот, ребят, моя любимая сказочная полянка. Я ее так называю. Она клевая. Она всегда такая зеленая. А еще летом вот эти вот все деревья тоже такие зеленые-зеленые. В общем, она так по-сказочному смотрится. А вот с этой стороны сейчас все зеленые. И это у нас все желтое. Да, пап? Сейчас на самом деле красивая природа. Вся эта зелененькая. Вот. На улице у нас январь. Какое, пап, января? 15-е. Середина января. Середина зимы. Ну, в феврале тут уже весна, поэтому... Зима у нас уже заканчивается. А? Зима у нас уже заканчивается. Да, зима у нас уже заканчивается. Деревья. Уже цветы деревья. В марте уже так вообще хорошо тепло. Некоторые даже загорают в марте. Вот. Так что у нас чуть-чуть осталось до тепла. Опять голиком ходить будем. Умирать от жары. Ну, мы все равно рады, что есть такой переход. Хотя бы немножко, да, в сезон. Конечно, отдохнуть от жары. Вот. В банистере, кстати, нету грильниц. Грильниц вот этих. Можно тут жарить, люди со своими приходят. Но, видите, вот возле столиков нету. Ничего нет. Вот. Люди много в жительство. Да, видите, тоже стоянка полная. Мы тоже, думаем, сейчас погуляем, а потом за продуктами съездим. У нас в понедельника начинается колледж. Так что нужно там проверить расписание свой. Свой. Расписание свой проверить. Своё. Вот. И составить график. Посмотреть, что да как. Поэтому, ребятки, дела сегодня имеются кое-какие. Завтра, может, тоже пойдём где-нибудь прогуляемся, пройдёмся с утреца. Да? Хотя бы в выходные выбираться. Сейчас собачка будет, там хочешь, не хочешь, будешь выходить. Да? Ну, так, возле дома разве что погулять. Ну, на выходные нужно куда-нибудь съездить. Ну, благо тут всё обустроено для собачек. Есть специальные лужайки для их выгула. Поэтому страдать не будем сильно по этому поводу. Вот она, речушка уже. О, водички прибавилось, или мне кажется? Да, здесь были конечки. Что за русал? Я вот хочу вам сказать, что в Америке, конечно, люди-поклонники собак. Вот у нас редко собаку, да, смотрите, что дома есть собака. У нас больше кошатники. Кошатники все, да. В Америке больше собачники. В Америке больше собачники, вот я скажу вам. Котов очень мало. Мало котов, да. И иногда в семье и не одна, и две, и три собаки. Да. Поэтому. Водички так прилично прибавилось. Вообще хорошенько так. Да. Потому что она вообще была высохшая прям речка. Это наполнилось хорошо. Нет, нельзя прыгать и дайвингом заниматься. Чего он тебе там рассказывает? Как-то так. Слушай, и такая она мутная. Обычно все видно. Чего там, пап? Да ничего. Я думаю, что обсуждаю то, что много воды. Я говорю, вода, да, мутная? Ну, она же сейчас с этих дождевой водой. Обычно она прозрачная, прям видно все, весь одно. Грязь в нее тоже попадает. Смотри, какая доги. Упс. Хай, бады. Чизойкин такой. Кстати, тут много людей рыбачит. Что, тебя чуть тетя не сбила, да? Да нет. Да нет? Да нет. Пятенцы. Татьяне с grandes шокю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...